В тройку крупных рек, протекающих по Оршанскому району, занимая второе место по среднегодовому расходу воды, входит река Одров. Но это ее название сегодня. На ранних картах картографы ее обозначали как Одров. На карте 1985 года эта река приобрела уже новое название Одров. С чем связано это переименование реки, авторы не знают. Как выяснилось, возможно, это было уже третье имя, так как Вадим Андреевич Жучкевич в своем кратком топонимическом словаре Белоруссии отметил, что он на картах середины XIX столетия встречал название Ордов. Автор фильма карт с таким названием реки пока не нашел. Далее Жучкевич предположил, что название реки произошло от балтийского Ардос, означавшего как «спор раздел». Если посмотреть на карту водораздела между Днепром и Западной Двиной в районе Орша, то становится очевидным, что по реке Одров вполне мог проходить один из вариантов пути из варяг в Греки. В мае 1989 года туристы Орши совершили несколько водных походов по возможным вариантам древнего торгового водного пути, назвав эту экспедицию как «Борисфен-Рубон», то есть Днепр-Западная Двина. Одна из групп, начав свой маршрут от устья реки Одров, поднималась вверх по течению до ее верховья, откуда делала волок на реку Серокоротнянку. Левый приток Лучосы. А дальше их ждал финиш в Витебске. Во время этого похода, в километре ниже деревни Пильковичи, на левом берегу Одрова, они обнаружили лежащий каменный крест, вероятно, один из самых больших на Оршанщине. В июле 2005 года этот каменный крест с берега реки Одров был перевезен в деревню Межево и установлен у храма святого Серафима Саровского, действующего в бывшем усадебном доме. После завершения названной экспедиции выяснилось, что именно на водоразделах рек Днепр, Западная Двина и Великая расположен ряд гидронимов, в корне которой находится слово «Орд». Основа, о которой упомянул Жучкевич, анализируя происхождение названия реки Одров-Ордов. Это озера Ордышево-Софиевское, Ордово-Ордосное, а также реки Ордышевка, Ордежанка и Одров. Появилось предположение, несколько дополнив приведенное Жучкевичем объяснение названия основы «Ардос» как спор-раздел. А не могла ли эта основа означать как водораздел? Ведь названные гидронимы расположены именно на водоразделах, но это лишь предположение. Материалы, собранные во время экспедиции оршанскими туристами-водниками, были представлены Географическое общество СССР, которое участников этой экспедиции наградило памятной юбилейной медалью имени Николая Михайловича Прожевальского. Эта награда хранится в фондах музейного комплекса Орши. При рассмотрении достопримечательностей, расположенных на берегах реки Одров, будут использованы материалы автора фильма, сведения, почерпнутые из открытых источников в сети интернет, а также из двух книг Александра Николаевича Шенкевича, который бесплатно готов предоставить электронные копии любому интересующемуся истории Оршанщины. Длина дрова составляет 75 километров. Среднегодовой расход воды в устье 4,4 кубических метра в секунду, а средний уклон русла реки составляет 9,1%. Свой исток река прячет на миллиарированной территории возле деревни Тубницы. В Верховье на протяжении примерно 13 километров до деревни Пильковичи русло реки канализовано, а далее заманчиво-извилистое. В Верховье ширина реки составляет от 1,5 до 10 метров. Берега низкие, пойма почти везде заболочена. В среднем и нижнем течении берега реки на крутых излучинах и в сужениях долины обрывистые, иногда высотой 5-10 метров, но находящиеся на удалении от русла. Завалов немного. Наиболее живописные места расположены вдоль крутого левобережья между деревьями Погост и Заболотья. Причем район Горной Веровойши иногда называют Оршанской Швейцарией. Еще похожее место, но в миниатюре, встретится ниже двух железнодорожных мостов уже на южной окраине Орши. Предполагается, что где-то на реке Одров существовал загадочный летописный город Одрск, некогда захваченный Черниговской дружиной Владимира Мономаха. Но местоположение этого города пока не установлено. В трех километрах ниже Пилькович, на правом берегу Одрова расположено место бывшей усадьбы, где можно заметить земляной вал искусственного водоема. В высокую воду лишь несколько групп смельчаков свое водное путешествие начинали от устья реки Каменица. К месту старта группы добирались от остановочного пункта Одровка, железнодорожной линии Орша-Лепель. Если имеется время, то первую остановку можно сделать на правом берегу Одрова, у северной окраины деревни Ганышева. Здесь, на местном старом кладбище, следует познакомиться с обилием редкостных каменных крестов. Но самое интересное путешественников ожидает в агрогородке Смольяны, где они познакомятся с остатками замка Белый Ковель, который располагался на берегу реки Дерновки. В свое время с других сторон он был защищен искусственным рвом, заполненным водами реки. Руины этого замка в своих рисунках отобразили художники Иосиф Пешко и Наполеон Орде. О том, что из себя представляли смоляны в начале 20 века, можно судить по этой фотографии базарной площади, где на дальнем плане расположен Доминиканский собор, который сегодня уже значительно утратил свое былое величие. Следует признать, что в таком же состоянии находится и давно не действующая Алексеевская церковь, а также оскверненная вандалами каплица рядом с ней. Эти примечательные постройки, согласно местным преданиям, возведены из кирпича бывшего замка Белый Ковель. К счастью, почти в первозданном облике сбереглась Спасопреображенская деревянная церковь, где проходят регулярные службы. Под церковью имеется и действующий подземный храм воздвижения Креста Господня. А на древнем католическом кладбище можно осмотреть семейное захоронение Занов, где свой последний приют обрел знаменитый Томаш Зан, сыгравший значительную роль в развитии нового литературного направления, так называемого революционного романтизма. Он первым из числа виленских поэтов признавал развитие белорусского народного творчества важнейшим разделом своей политической программы. В 1996 году, в 200-летию со дня его рождения, кладбище с могилами семейства Занов было благоустроено. В возрождении прежнего облика этого мемориала немалую помощь оказал и рисунок Наполеон Орды. В дореволюционное время в этой местности располагались как имения Смоляны, так и местечко с таким же названием. Пожаров, секретарь губернского статистического комитета Могилевской губернии, нам оставил координаты этих мест, по которым на карте Google с некоторой погрешностью определили примерное местоположение как бывшего имения, так и местечко. Если заметили, то этот населенный пункт мы называли как Смоляны, так и Смольяны. Решили попытаться выяснить его первоначальное название, но однозначного ответа не получили. Так, в плане межевания, который был составлен российскими картографами, ориентировочно в 1783 году, после раздела Речи Посполитой, это местечко указано как Смольяны. Но на шести известных нам картах впоследствии оно уже было обозначено как Смоляны. Это карта Шуберта, изданная в 1869 году, верстовка за 1930 год, военные карты за 1936 год и 1985 год. Вероятно, самыми достоверными является карта административного деления Могилевской губернии, а также генеральная карта Могилевской губернии, составленная по новейшим и достоверным сведениям в 1821 году. Вроде бы ясно. На большинстве названных карт населенный пункт обозначен как Смоляны, но три авторитетных автора книжных изданий приводят название этого населенного пункта как Смольяны. Это Дембовецкий, председатель Могилевского статистического комитета, книги «Опыт описания Могилевской губернии», изданный в 1882 году. Пожаров, книги «Список населенных мест Могилевской губернии», изданный в 1910 году. И, наконец, Жучкевич, профессор БГУ в кратком топонимическом словаре Белоруссии, изданном в 1974 году. После изучения в сети интернет фондов Российского государственного исторического архива выяснилось, что здесь хранятся дела о покупке у князя Сангушки Заславского вотчинного имения Смоляны и о выкупе временно обязанными крестьянами земельных наделов у Семенова местечко Смоляне. А ведь это уже юридические документы. В этом же архиве имеется и дело о ходатайстве статского советника Валериана Титова об учреждении в его имении Смоляны низшей сельскохозяйственной школы. Именно он в 1860 году приостановил распродажу кирпича с замка Белый Ковель, благодаря чему сегодня мы можем увидеть единственную сохранившуюся башню с изящным внешним декором. Ныне Смольяны – агрогородок. Надеемся, что местные старожилы выскажут свое мнение о том, кто они – жители Смолян или Смольян. Но продолжим наше путешествие. На северной окраине деревни Кучино, правый берег Одрова, в заросшем густом кустарником и молодым лесом в урочище городец расположено древнее мысовое городище, пожалуй, классическое по своему построению и расположению. Через примерно полтора-два километра сплава по реке Одров уже на ее левом берегу расположена деревня Рукли, с которой связаны малоизвестные эпизоды детских предвоенных лет классика белорусской литературы Владимира Семеновича Короткевича. Я из деревни, и мы ездили в Рукли, в деревню. И он с нами, вообще родители, и папа, и мама, и сестра. И он приезжал к нам. И вот он говорит, я пойду на поле, пойду на поле с тетями, с дядями пойду на поле. Ну, идите на поле. Вот он на поле придет и говорит, а сделать вам костер, большой костер сделать. Приходит к моей маме и говорит, тетя Леля, дайте нам картошечки, то вы картошечки хорошие. Ну, и мама ему выбирает эту картиночку, картошку, он приносит эту картошку, разбирает этот костер, сыпет им еще и потом. Идите, тетя, кушать картошку. Тетя Леля, у вас много лебедей очень у речки. А они, женщины с серпами, уже жара такая, так они ускорчут и приходят в речку и плавают. Он говорит, ой, сколько у вас лебедей много еще. Вот эта вот книга «Колоса под серпом», это он уже после этого всего писал, это вспоминал он. Летом, так почти полное лето было, полное лето. После деревни Рукли до правого притока реки Дерновка примерно километра три русло реки практически прямое. Вот где туристы-водники в высокую воду могут получить истинное удовольствие от сплава. Но нужно быть начеку, так как возможны завалы из упавших деревьев. На правом берегу безымянного ручья притока реки Дерновка, в километре западнее деревни Репухова, расположено еще одно мысовое городище Железного века. Далее русло реки начинает местами изгибаться, чередуясь с небольшими прямыми участками. При сборе материала для этого фильма, соединив вместе планы межевания Копыского и Оршанского уездов, граница между которыми в конце XVIII столетия проходила в некоторых местах по реке Адров, выяснилось, что до деревни Ломачино включительно на этой реке было сооружено четыре водохранилища и установлено столько же водяных мельниц. Это в районе нынешних деревень Репухова и несколько ниже его, рядом с деревней Задровья и в районе деревни Ломачино. Кроме этого, подобное водохранилище с водяной мельницей располагалось и на реке Засекланка, левый приток Адрова, между деревнями Роский-Селец и Понизовье. Благодатную силу текущей воды жители поселений умело использовали для своих насущных хозяйственных нужд. В русле Адрова, в 25 метрах ниже Задровья, еще сохранились фрагменты одного из многочисленных деревянных мостов через реку. А в километре ниже этой деревни видны остатки деревянных свай бывшей плотины. Мельничный камень, или похожий на него, лежит на левом берегу реки Адров рядом с остатками плотины. Последнее напоминание о существовавшей здесь водяной мельнице. В южных окрестностях Задровья находится селище размером 200 на 300 метров, на котором и в настоящее время размещены постройки. Далее рекомендуем сделать небольшую остановку на правом берегу Адрова, сразу ниже устья реки Соколянка. Буквально в 20 метрах от русла Адрова расположен внушительных размеров курган. А на холме, на фоне неба, хорошо просматривается еще несколько подобных крупных курганных захоронений, которые были обозначены на карте, изданной в 1936 году. С древнейших времен возле курганных захоронений наши предки память об усопших вправляли так называемую тризну. Это было традиционное обрядовое действие, неизменно сопровождаемое плачем и громкими причитаниями – галашением. Возможно, поэтому рядом расположенный населенный пункт носит название Галошевка. В метрах в 500 от устья Соколянки ранее располагалась водяная мельница, которая эксплуатировалась до конца 80-х годов прошлого столетия. Так что и энергия воды Соколянки более двух веков использовалась для помола зерна. На плане межевания Коповского уезда за примерно 1783 год четко видно в этом месте водохранилище и условно помечена мельница. К сожалению, снимков этой мельницы не обнаружено, но будучи весьма востребованными и многочисленными, в свое время похожие сооружения находились по всей Беларуси. О вариантах их конструкции дают представление сохранившиеся фотографии. Вполне возможно, подобной была мельница и на реке Соколянка. Далее, вплоть до остановочного пункта Хороброва, река Адров, плавно изгибаясь, течет в относительно высоких берегах вдоль железнодорожной линии Москва-Брест. На ее левобережье, изрезанном оврагами, у деревень Погост, Горная Веровойша и Заболотье, соседствуют три величественных городища. Загадочной является система рвов и земляных валов, примыкающих к руслу реки Адров на ее левом берегу перед деревней Ломачино. Существует три версии их появления. По одной версии, эти земляные валы появились после того, как местные жители выбрали грунт для своих нужд, который обладал плодородными свойствами. Вторая версия – вылов рыбы, зашедшей в углубление между земляными валами после спада весенних вод. И третья версия связана с возможным заходом судов во время существования древнего торгового пути из варяг в реки для их осмотра, ремонта или погрузки-разгрузки товаров. Если у зрителей есть иные сведения или появятся свои версии, то авторы фильма будут благодарны. Несколько ниже этой системы земляных валов в русле реки имеется остров. Перед ним еще сохранились остатки плотины, где в конце XVIII века находилась водяная мельница. А за островом руслы реки перегораживают остатки свай бывшего моста. В центре деревни Ломачино на кладбище можно осмотреть деревянную каплицу, в которой дверь почему-то состоит из двух половинок – верхней и нижней. В этом заключается ее уникальность. До сих пор объяснений столь странного конструктивного решения найти не удалось. Возможно, это имело какое-то культовое значение. А может и банально. Так было сделано, сообразуясь с наличием материалов. Каждый волен дать свое объяснение такой конструкции двери. А за деревней Ломачино на левом берегу Адрова, рядом с устьем ручья, находится курган внушительных размеров. Далее начинаются живописнейшие места Адрова. На противоположных берегах которой расположены две деревни – Нижняя и Горная Вировойши. Вировойши. Привели два названия этой деревни, потому что в разных источниках, по неизвестной причине, они записаны по-разному. В плане межевания Оршанского уезда конца XVIII столетия это селение названо как Веревощина. В книге Димбовецкого за 1884 год как Веревойша, а у Пожарова за 1910 год уже как Веревойша. На картах за 1926 год и за 1936 год этот населенный пункт назван как Веревойша. Но Веревойша вновь появилась на карте, изданной в 1985 году. Авторы фильма не имеют окончательного ответа о значении слова «Веревойша» или «Вировойша». Заманчиво пояснение основы «Вир», которым характеризуется глубокое место в реке, омут, водоворот. А может, первоначально был заложен смысл в названии этой деревни, как Веры во что-то или в кого-то, но в любом случае в этом месте рекомендуем предусмотреть длительную остановку. В хорошую погоду следует подняться на доминирующие высоты и оглядеть окрестности. Взору путешественников откроется прекрасная панорама местности на несколько километров. А внизу змеевидное тело Адрова будет завораживать взор любого зрителя. Вот где простор для творческого фотографирования. Обследование столь живописной местности на долгие годы оставит прекрасное впечатление от этих мест, которые являются жемчужиной Оршанщины. Интригующей загадкой являются трехгранные валуны, расположенные в руслах Адрова у левого берега в километре ниже деревни Заболотье, и Днепра у правого берега напротив деревни Кудаева, которые наводят на мысли о неслучайном их расположении, форме и возможном предназначении. Эти камни имеют примерно одинаковые размеры, длина грани чуть более метра и одинаково удалены от берега. Причем верхние грани у обоих валунов ориентированы по направлению течения рек. При строительстве железных дорог Смоленск-Бреск и Витебс-Жлобин, проходящих через Оршу, которые, собственно, и образовали Оршанский железнодорожный узел, крупнейший в Беларуси, воду для заправки паровозов использовали из Адрова. Первая водокачка – водоподъемное здание. В 1879 году была построена, вероятно, по типовому проекту Московско-Бресской железной дороги, рядом с ныне существующим остановочным пунктом Хороброво. Сегодня в русле еще сохранились остатки какого-то деревянного сооружения, а на левом берегу, выше железнодорожного моста линии Москва-Брест, находилось каменное здание. Вероятно, это был жилой дом для обслуживающего персонала. Далее путешествующих ожидает встреча с Баранью, городом-спутником Орши. Село Барань известно с 1518 года. В 1598 году Криштоф Радзивилл переселил жителей Барани на новое место и основал местечко Барань. В 1872 году здесь были построены производственные здания проволочно-гвоздильного завода. Нашим современникам уже трудно себе представить, что привод от водяного колеса, установленного в теле плотины на реке Адров, был основным источником энергии для большинства машин и механизмов на ранних этапах становления этого предприятия. С 1952 года завод «Красный Октябрь» перешел на выпуск радиотехнической продукции. К сожалению, сегодня в городе Барань уже нет музея, но старожилы помнят, что на правом берегу Адрова находилась деревянная Спасопреображенская церковь, построенная в 1704 году. В 1974 году в ней была обнаружена икона Вознесения размером полтора метра на метр, написанная в 1808 году. В настоящее время она хранится в художественном музее Беларуси. В 1987 году Пасопреображенскую церковь разобрали и перевезли в Белорусский государственный музей народного зодчества и быта под Минском. А недавно ее реставрировали. Последним препятствием для туристов-водников будут остатки от плотины, рядом с которой с 1902 года и до конца 70-х лет прошлого столетия располагалась водокачка, питавшая водой паровозы уже Витебско-Жлобинской линии. В годы Великой Отечественной войны подпольщики Орши провели дерзкую операцию, заморозив всю систему водоснабжения Оршанского железнодорожного узла. Забор воды производится в двух точках из реки Одровка, потом по нагнетательным линиям вода подается на Оршанский узел. Сама сеть нагнетательная, разводящая, соединительная, насчитывает много десятков километров. И по идее товарища Шурмина следовало перекрыть в нескольких местах сеть, с тем, чтобы остановить воду в трубах и этим самым заморозить сеть на ряде участков. А поскольку эти трубы находятся под землей, загублены в земле, то немцам не удастся найти, где произошло это повреждение, и таким образом водоснабжение выйдет на длительное время из строя. Нужно сказать, что операция произошла исключительно удачно. Выполнил эту операцию всего лишь один человек, который сидит в Шурминах. Весной в высокую воду в конце 70-х лет прошлого столетия под двумя железнодорожными мостами члены городского клуба туристов «Борисфен» проводили соревнования по технике водного туризма. На водной трассе соревновались представители пяти туристических клубов, льнокомбината и заводов, Красный Октябрь, Легмаш, инструментального и тракторемонтного. К сожалению, сегодня уже нет этих пяти клубов. Перестал существовать и городской клуб туристов «Борисфен». Естественно, о подобных зрелищных соревнованиях остается лишь мечтать. В конце 2006 года у деревни Новоселки, недалеко от места впадения Адрова в Днепр, были обнаружены многочисленные татарские могилы, занимающие южную часть сельского кладбища. Только в этом, единственном на Оршанщине месте, их сохранилось несколько десятков. У авторов фильма возник вопрос, они имеют ли что-то общее между собой деревня Татарск около бараний и эти захоронения? В будущем предстоит еще одно увлекательное исследование родных мест. Устье Адрова завершается наше виртуальное путешествие по этой реке. Но как в награду, за преодоление препятствий перед финишем последний раз туристов порадует живописнейшее левобережье Адрова ниже двух железнодорожных мостов линии Витебск-Жлобин. Здесь, в складках рельефа, имеется одно место, представляющее естественный амфитеатр, где в конце прошлого столетия было проведено несколько фестивалей авторской песни. В память об этих мероприятиях и Адрове Владимир Жетнов написал песню, которой и завершим наше путешествие по удивительной водной артерии, радующей не одно поколение ее поклонников. Пусть встреча этот миг пройдет, Грусть тихим эхом уплывет, Но через много-много дней Вновь Песнею вернемся к ней Всем нам знакомы и милы речушки Адровке, Где у костра мы сушили белье на веревке, Где среди сосен и ели мечты наши зрели, Где мы друг другу под струны гитар песни пели. Дни Тихой поступью идут Сны Сны Зимней ночью вдаль зовут В Краду В Краду Где не только песням мы, Но И тебе всегда верны Всем нам знакомы и милы речушки Адровке, Где у костра мы сушили белье на веревке, Где среди сосен и ели мечты наши зрели, Где мы друг другу под струны гитар песни пели. Всем нам знакомы и милы речушки Адровке, Где у костра мы сушили белье на веревке, Где среди сосен и ели мечты наши зрели, Где мы друг другу под струны гитар песни пели.